Здравствуйте! Есть несколько вопросов по поводу балкона. Я с удовольствием вам отвечу на этот вопрос, потому что балкон действительно и правда, чисто и правда, это мое и самое любимое место в квартире. Здесь летом, особенно летом, можно спокойно работать и очень прекрасно отдыхать. Правда ли то, что на балконе у меня ничего не стоит? Может быть, я так хитрю, да, все повыносила, повыносила. Нет, я ничего не выносила. Вот на балконе у меня постоянно что, прищепки. А, картину принесла сегодня, ну так, чтобы приятнее было на меня смотреть. Кресло, две полочки и больше ничего. А, веревочки еще для того, для сушки беля и больше ничего. Так что никаких китаствий нет. И как-то так я умудрилась отвоевать это место. Вот так вот умудрились, так мы договорились. И куда я деваю хлам? Но мое мнение таково. Знаете, если это хлам, то его нужно выбросить, потому что по поводу своего хлама, я вам скажу, там особо у меня и хлама-то нет. Во-первых, хлам, тряпки, это, так пишет оператор. Ну, во все это, тряпки, хлам. А там вот довольно хорошие, приличные вещи, которые еще могут служить и долго служить. Тем более, что я занимаюсь рукоделием. А коли занимаюсь рукоделием, рукодельница знает, что новенький кусочек тряпочки всегда мы оставляем, а вдруг он когда-нибудь пригодится. Вот когда наступит такой момент, что я буду понимать, что он мне уже больше не пригодится, естественно, я со всеми кусочками легко расстанусь и выброшу их в мусорный контейнер. Или когда я обычно выношу, то я предлагаю, у меня есть люди, которые с удовольствием это возьмут. Так что, а если хлам, так, потом, инструменты. Инструменты есть у моего мужа. Вот поэтому у нас, как я говорю, у каждого есть своя территория. Вот моя территория, это балкон, полочки там шкафу, да, комната, кухня. А у него есть своя территория, вот эту территорию я вам показывала. У него что есть? Коморка, такая в туалете, там хорошая коморка. И там он хранит весь инструментарий. Я не касаюсь, и я, естественно, этот инструмент, вернее, не инструментарий, а инструмент, я хламом не называю, так как мои вещи, всё, хлам, хлам, хлам. Потом, что вы ещё спрашиваете? По поводу сетки на балконе. Как я вам говорила, я стеклить его не хочу. Конечно, ремонт я бы хотела, чтобы мне помогли сделать. Вот, обещают, обещают. Но мне даже нравится такая экзотика, кирпич, но мне нравится всё это. Можно быть, покрасить, да, в белый цвет, что-то такое придумать, чтобы действительно было чисто. Хотя я обязательно ежедневно убираю, убираюсь. Но по поводу уборки у меня будет специальное видео, потому что очень много вопросов по поводу уборки. Так вот, отношения сетки. Сетки я вам говорила, что я купила на рынке. И как бы я вот сейчас сделала, если бы мне кто-то помог? Я не от вас жду помощи, а от своих близких, родных людей. Чтобы по потолку пустить... Потолочный карниз. Вот он мне подсказывает, видите, потолочный карниз. И тогда эту сетку можно будет повесить как тюль. Всё это будет сдвигаться, раздвигаться и задвигаться. И, ну, будет так, наверное, с одной стороны будет проще, но с другой стороны она же у меня сетка весит только для того, чтобы окурки не летели. Потому что курят, да? И если ветер, то окурки попадают на балкон. Это первое. А второе голуби. Покажите. Вот они всё равно не выходят. Даже за сеткой они ко мне приходят. Сейчас вы тихонечко повернём, увидите, какие красавцы. Вот эти голуби прилетают к нам уже на протяжении, подождите, лет 5-6, да, ещё юганчик был живой. У меня была собака, хорошая собака была, я вспоминаю своего югана, чудесный пёс. Так он выходил на балкон. Вот покуда у нас была собака, нет, одного голубя не было. Потом он ушёл, конечно, и вот появились голуби, я как-то... Ну, я совестный человек, поэтому я так вот с ладошки всё равно их подкармливаю. Сюда они уже не заходят, они всё понимают, да, они всё понимают. Вы знаете, они, оказывается, тоже умные, умные птички. Потом, что ещё у меня спрашиваете, я вот только сейчас придумала, как показать. Помните, я вам показывала тюль, который у меня, я приклеила на окна. Вот, и у меня-то был такой вопрос от вас, а как вот с улицы показать? Не думаю, как там вот выйти, там это сфотографировать, и как это оно будет. Потому что я же не на первом этаже живу, у меня несчастный дом. А тут я придумал, смотрите, я стою, вот он, тюль с той стороны наклеен. Я сейчас выйду, и вы увидите. Нет, я хочу, чтобы ты показал, ну так, чтобы было видно, как же с улицы смотрится тюль. Потому что был такой вопрос, меня спрашивали. И я не знала, как показать. Оказывается, я сейчас смотрю, и я вижу, и вы сейчас увидите. А еще вы спрашивали, видно ли с улицы то, что там в квартире, если нет занавеси. Я сейчас зайду на кухню, закрою балконную дверь, и оттуда вам помашу рукой. Интересно, вы меня увидите или нет? Я думаю, что нет. Ну как? Ничего не видно. Классно, классно. Я вам ответила на все вопросы. Задавайте еще, будет настроение у вас, у меня. Будем болтать о том, о всем и ни о чем. Всего вам самого доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok